Здравствуйте, уважаемые коллеги! Приветствую вас в мастерской. Зовут меня Николай Донской. Сегодня я работаю над угловой полкой трехъярусной. Полка называется лилии. Некоторые фрагменты этой полки я вам показывал уже. Вот стойки, допустим, витые, как делать. Пивильца у меня на канале есть, я показывал неоднократно. Ну и как обещал показать, поделиться опытом, как я вырезаю фронтон. Здесь у нас идет вот, обратите внимание, две лилии раскрыты, посередине лилия закрыта. В общем, этот рисунок. Вот я вам оставил, вот это я буду показывать. В ближайшие дни подготовлю выпуск, то есть покажу, как я вырезаю фронтон. А сегодня я хотел бы маленько отвлечься от резьбы, ну и поделиться с вами опытом. Все мы люди, живем среди людей. Некоторые люди уже осознают, насколько важна эта продовольственная безопасность, чтобы свои продукты где-то готовить. Поэтому, иногда приходится для хороших знакомых, близких своих делать далеко не резные вещи, но с дерева. Вот разделочные доски. Без этого нам никуда. Каждый день по нескольку раз кушаем, поэтому это необходимая, неотъемлемая часть нашего мастерства. Вот. Ну а сегодня я вот хотел бы вам показать, вот это вот видите, конструкция стоит такая интересная. То есть, это мой первый, так сказать, опыт изготовления пресса. Пресса для изготовления сыров. Кто-то использует пресс в виноделии, давит там ягоду. Вот этот пресс, сделан он из бархата амурского. Потому что это подарок для дорогого человека. Вот. Также сегодня я затачиваю наборы для начинающих. Вот это АК-14У. Это стамески Александра Корнеева. Там ссылка будет под этим роликом на самого Александра. Это для мастеров, которые сами затачивают. Ну а мне, если у вас желание родилось позаниматься резьбой по дереву, пишите мне на почту, заходите на сайт, смотрите чем я занимаюсь, что я делал, что буду делать. Ну а сегодня давайте под хорошую музыку моего очень давнего знакомого, которого я уважаю. Автор и исполнитель для своих великолепных песен Владимира Капункина. Посмотрим, как я соберу вот это чудо у вас на глазах под хорошую песню. Давайте смотреть. Хочется маленечко остановиться, сказать пару слов. Сделана конструкция без применения саморезов, металлических уголков мебельных. Делал я по старинным технологиям. В соединениях вы увидите в процессе сборки, что я использую шканты. Без шкантов я уже как бы не вижу ни одного изделия. Поэтому увидите шкант, значит, это делал я. Времен очнулась душа, а рядом волшебник хитлоном шурша. Гладит рукой облака и дожди, объясняя стук сердца словами любви. Гладит рукой облака и дожди, объясняя стук сердца словами любви. Открытая душа, простор для вдохновения, И слышно средь холмов летишек наших пений. Открытая душа, симфония для скрипки, Открытая душа, видна по улыбке. Всего лишь два крыла, а какие ощущения? Так значит, я не мог летать, Лишь потому что сомнения Держали мое сердце крепко, Но и не смело до тех лишь пор, Пока сердце этого хотело. И вот теперь понятно, куда стремиться, Открыться, засмеяться, И возвратиться, как будто бы с далекой планеты домой, С усталою душой и почти сгоревшей свечой. Как будто бы с далекой планеты домой, С усталою душой и почти сгоревшей свечой. Открытая душа, простор для вдохновения, И слышно средь холмов детишек наших пения. Открытая душа, симфония для скрипки, Открытая душа, видна по улыбке. Открытая душа, симфония для скрипки, Открытая душа, видна по улыбке. Вальсирует грусть, ну и пусть Лебедем белым по ручейку моих чувств Кружит крылом и волшебным пером И это все путь к тому, что будет потом А на пороге времен вдруг очнулась душа А рядом волшебник хитоном шурша Гладит рукой облака и дожди Объясняя стук в сердце словами любви Гладит рукой облака и дожди Объясняя стук в сердце словами любви Открытая душа Ну вот, уважаемые коллеги, с помощью моей руки Пресс давит 120 килограмм А с этим грузом С этим грузом Так, это сколько? Это 55 килограмм Но учитывать, если здесь вес вот этого вот Вес этого ведерка 1,2 кг То есть, если у нас здесь 1,2 кг давит 55 килограмм Ну и по мере, если нам надо увеличивать давление То есть, подвешиваем груз более тяжелого веса Вот я давлю сейчас 90 Вот смотрите, я чуть-чуть придавливаю Вот 100, 110, 120 Все это край этих весов Вот такая у нас конструкция получилась Это еще раз напоминаю, что это пресс для изготовления сыров Но также пользуются и в виноделии такими прессами Вот смотрите Сделал я его из бархата амурского Дерево очень твердое Дерево очень красивое Дерево очень редкое Заходите на сайт Вам здоровья, творческих успехов Буду делиться опытом Всего хорошего До следующих встреч